Игорь Александрович Здравствуйте, Екатерина Валерьевна. Рад вас видеть. Да, ну, конечно, вообще вот это вот патологическая какая-то наперебой забота о здоровье Путина. То Зюганов обещает выпороть тех, кто Путина без шапки пустил на мороз. То Матвиенко ему перчаточки, ботиночки на тонкой подошве, опять-таки, возвращаясь к этому фильму. Ну, в общем, короче говоря, ну, это вообще, конечно, потрясающе. То есть такая степень холуйства, она, конечно, она, с одной стороны, радует, потому что деградация – это хорошо, потому что, на самом деле, но, с другой стороны, уж очень противно, конечно. Игорь Александрович, ну, в это время опять я вот подумала, что Матвиенко зацепила очень интересную тему. Вы за или против того, или же, ну, вот соглашаетесь с этим тезисом, что здоровье Путина нужно беречь, потому что это здоровье страны. Вот действительно ли страна точно так же больна, как и Путин? Настолько же? Значит, давайте тогда все по полочкам. Если говорить о физическом здоровье, то я думаю, что здесь обратное соотношение. То есть, чем здоровее Путин, тем хуже для страны. Если имеется в виду под страной, население, там, какие-то шансы на государственность и так далее, то здесь обратное соотношение. То есть, здесь просто игра с нулевой суммой. Чем больше здоровья у Путина, тем меньше здоровья у страны. Точка. Это вот одна история. Вторая история – это психическое здоровье. Значит, здесь, ну, то же самое. Если говорить о, в целом, ситуации, то да, безусловно, вот этот вот тяжело больной человек, человек с очень серьезными изъянами в психике, он, конечно, в значительной степени погрузил в безумие и в страну. Но я думаю, что все-таки, в целом, если брать население, то оно не в такой степени безумно, как Путин. Не в такой степени. Ну, вот физическое здоровье совершенно точно. Обратная зависимость. Чем здоровее Путин, тем хуже, тем больнее, чем меньше здоровья у страны. И по мере того, как Путин будет и дальше, и дальше все-таки продолжать свой век, здоровье населения страны будет уменьшаться. Мы заговорили уже, так знаете, начали мы уже с такой предвыборной, не знаю, позиции, потому что вспомнили о том, что Зюганов должен был быть бы оппозицией в этой истории, но почему-то нет. И давайте тогда уже перед выборных агитаций и перегонов, обгонов начнем, потому что в последнее время все чаще на российских экранах звучит фамилия Надеждин. Борис Надеждин, очереди стоят, чтобы за него проголосовать. Соловьев, Скобеева уже один перед одним пытаются выставить видео о том, как за все это платят по 10 тысяч рублей и говорят о том, что так вот, секрет раскрыт, значит, все это проплаченные митинги. Я не то чтобы, знаете, сильно надеюсь на каких-то кандидатов на территории России и о том, что будет хоть какой-нибудь выбор. Вопрос в другом. Мы тут больше склоняемся к двум вариантам. Или это питконтрольная оппозиция, да, это оппозицию, которую позволил Путин. Или же это человек, который не доживет до выборов, если он действительно является оппозицией. Второй вариант отпадает. Я не думаю, что кто-то сейчас будет убивать Надеждину. Это крайне маловероятно. Я думаю, что вероятность его, так сказать, убийства до, ну и до выборов, и в ближайшее время. После она, ну, просто равна нулю. Никому это не надо. Надеждин просто по своей биографии известно, что он работал определенное время с Кириенко. Собственно, долго работал с Кириенко. Это фактически с момента, когда Борис Немцов, еще один друг Надеждина, вывез Кириенко из Нижнего Новгорода в Москву. И Надеждин с ним сотрудничал, был его помощником довольно долгое время. Плюс к этому он работал с ним, когда они оба были в Союзе Правых Сил. Так что это, ну, скажем так, давний-давний знакомый, сослуживец, подчиненный Кириенко, который является фактически, ну, он первый заместитель главы администрации президента и фактически курирует всю внутреннюю политику. Поэтому то, что Надеждин – это кандидатура на тысячу процентов согласованная с Кремлем, это исторический факт. Кремль, безусловно, не ожидал такой поддержки. Просто не ожидал того, что вот так вот, что называется, во-первых, то, что вся оппозиция, что и Ходорковский, и, так сказать, команда Навального, и Кац, и прочее, все вот те, кто считается в оппозиции, они все там Шульман и прочее, все они дружно поддержали Надеждина. И очереди, которые стоят на морозе, это тоже совершенно было неожиданно. На сегодняшний момент он собрал 150 тысяч подписей, вот пока еще, так сказать, они сортируются. Ну, короче говоря, вот такая история. Значит, расклад очень простой. Я думаю, что наиболее вероятно это то, что они-то ожидали, что Надеждин, у которого, ну, прямо скажем, репутация так себе. Ну, так себе репутация. И рассчитывали на то, что это будет такой человек, который, ну, наберет он 5%, например, дадут ему 1%, остальное отрежут. И предъявят городу и миру, что в России всего 1% против войны. Это вот как раз то, ради чего, собственно говоря, был придуман этот проект Надежды. Ну, совершенно неожиданно, явно, что уже очевидно, что если его допустят до выборов, ну, он может набрать там, может, 20%. А Бог его знает, как дальше повернется. Потому что, на самом деле, война-то в России надоела многим. И если его допустят до выборов, он пойдет по телеэкранам, Борис Борисович человек, в общем-то, способный. Конечно, он человек очень осторожный, он лояльный, он крайне компромиссный, крайне компромиссный, просто запредельно компромиссный. Он рвался быть, значит, этим самым доверенным лицом Путина в 12-м году. Он был доверенным лицом Миронова, это путинский холодильник, тоже в 12-м году. То есть это человек очень компромиссный. Но, в принципе, если вот такая вот поддержка, он может начать говорить какие-то вещи, которые явно не согласованы с администрацией. Может. И я просто понимаю, что это в отличие от тех людей, которые населяют Государственную Думу, Надеждин может какие-то вещи сказать, которые явно не согласованы в Кремле. Он и говорил какие-то вещи. Он в свое время говорил в телевизор, говорил о том, что если вас не устраивает война, если вас не устраивает война, то надо менять президента. Вот это было сказано по центральному телевидению, ни много ни мало. Он, правда, говорил и другие вещи, которые, в общем, наверное, стыдновато было бы говорить с точки зрения нормального человека. Но вот такие вещи он тоже говорил. Поэтому его может вот так вот понести. Исходя из этого, я думаю, что Кириенко уже жалеет, что он родил Надеждина. И, скорее всего, он захочет родить его обратно. И наиболее вероятный сценарий развития событий – это то, что, скорее всего, все-таки надежденно снимут с пробега. Если нет, ну, значит, будут терпеть. И в конечном итоге наберет он там 20%, насчитают ему 2%. Это с этим у нас очень просто, потому что огромное количество, значит, регионов, в которых практически полностью электронное голосование. А там вообще можно нарисовать от нуля до 100%. Ну и в других случаях тоже контроля за выборами нет. Поэтому, я думаю, все будет достаточно спокойно. Все-таки, я думаю, что наиболее вероятный сценарий – это то, что ему забракуют подписи и просто снимут с пробега. Потому что, вот, ну, явно не ожидали такой поддержки. Вот, это, ну, не знаю, насколько люди понимают вообще, насколько вообще, в принципе, ошибочное. Ну, трудно. Все-таки в России довольно много людей, которые против войны. Много людей, которые против войны. И Кремль явно не, и они, собственно говоря, не очень понимают, что им делать. Потому что выйти, идти, значит, с авторучками на Кремль, при том, что та армия оккупационная, которая находится внутри России, она по численности никак не меньше, чем та, которая воюет против ФСУ. Вот, а население безоружное. Поэтому понятно, что, в общем-то, любой протест будет раздавлен. Это 100%. Поэтому, а что делать? Что делать людям, которые не могут уехать, людям, которые не могут, условно говоря, перейти, значит, и вступить в вооруженные силы Украины для того, чтобы уничтожать этого фашистского диктатора. Ну, вот они, так сказать, увидели какую-то надежду в виде этого Надеждина и стоят на морозе, вступают в штабы, попытаются его поддержать. В общем, не понимают, что, конечно, ну, может быть, и понимают, что на выборах эта власть не меняется, но, тем не менее, делать-то что-то надо. Вот мне часто говорят, ну, что-то надо делать, вот мы не можем уехать по каким-то причинам. Мы не можем сейчас вступить в ВСУ, потому что, так сказать, ну, это технически сложно и не все умеют воевать. Вот поэтому вот поддерживают вот на эту призрачную надежду клюю. Получается, такой незаметный протест выходит. Я предлагаю посмотреть на других кандидатов, которые тоже, как бы, собираются баллотироваться на этих выборах. Значит, я не могу так говорить, победить, не победить. Вы планируете победить? Конечно, нет. Я найден, похоже. Вы планируете победить? Я планирую сделать все для консолидации русского общества. А победить? И надежды. Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и на агенте. Теперь становится ясно, и даже по самому Путину это видно, насколько катастрофической ошибкой было само решение начальника Северной. Это как? Это только вам становится пока ясно. Это живое, очевидно. При нынешнем политическом режиме нам не светят вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны. Ну, вот то, о чем мы говорили, да, о том, что он говорил, если, как бы, хотите, можно просто поменять президента, и все становится на свои места. Либералы говорят о том, что если вы не знаете, за кого голосовать, то пойдите и проголосуйте за Надеждина, потому что другие кандидаты вам понравятся меньше. В связи с чем вопрос, я так понимаю, что можно было бы сказать, что все, кто проголосовал за Надеждина, автоматически против войны. Но проблема в том, что все равно цифру мы не узнаем. Ну, конечно, конечно, это так. Ну, тут на самом деле, как бы, понимаете, поскольку я уже в беседе с вами как-то говорил, и не раз, по-моему, что в России, в исторической России, не было выборов ни разу. То есть выборов, в результате которых меняется правитель. Такого не было никогда со времен Московского царства, Московского Великого княжества. Значит, никогда этого не было. И, конечно, в этот раз тоже не будет. Но, понимаете, какая штука? Дело в том, что здесь для многих это просто не выбор власти, а их, собственно, личный выбор. То есть это просто какой-то факт в биографии, что вот он не просто сидел на диване, он... То есть это форма протеста, скажем так. Форма протеста. И вот эти вот очереди на морозе, это были, по сути дела, санкционированные митинги. Вот так это воспринимали. Потому что, ну, дубинками не бьют, не разгоняют. Вот совершенно спокойно можно встать в огромную очередь, в длинную, стоять несколько часов, разговаривать, общаться. Ну, вот фактически это вот такая форма протеста. Вот ничего больше. Я думаю, ну, в конце концов, людей можно понять. Другой вопрос. Насколько это эффективно, насколько бесполезно, насколько это имеет отношение к политике? К политике? Нет, не имеет. Ну, а к форме, так сказать, какого-то, что ли, действия, в условиях, когда никаких других действий нельзя, ну, людей можно понять хоть так. Ну, по крайней мере, это более, как мне кажется, эффективно, чем у нас были такие формы, извиняюсь за выражение, протеста, выходить на улицу и светить фонариками. Ну, вот мне кажется, что стоять и заставить подписи за надеждой, это все-таки хоть как-то ближе к какому-то, к какой-то целесообразности. Мы заговорили о санкционированных митингах. Да, как-то в последнее время я начала забывать русский язык. Там еще происходили несанкционированные митинги, когда был суд над Стрелковым Гиркиным. Народ, который собрался, был возмущен и говорил, что ему стыдно жить в такой стране. Ну, не в такой стране, которая убивает граждан, соседей, а вот в такой стране, в которой садят Гиркина. Стыдно, стыдно жить в этой стране, когда такое происходит. Говорят, знаете, мне стыдно, что я русский. Нет, мне не стыдно, что я русский, но с этой властью жить стыдно. И вот сейчас это день, позорный день. И это праздник сейчас на Украине. Мы идем в подарок за подарком делать. Лучшие люди сидят за... Как вас зовут? Юрий Юрчин. Вы в поддержку сегодня пришли? Конечно. Тарцюфу орден мужества, а Дон Кихот в Лефортове... Дон Кихот в Лефортове сидит, говорит Юрий Юрченко. Но, как бы, по поводу подарков у меня есть еще вопрос, что они делают подарки Украине. Но, тем не менее, кто бы мог подумать, скажу я вам, несколько лет назад о том, что Гиркин вместо своей студии будет сидеть в клетке, в темнице сырой, и, собственно, будет иметь себе срок в 4 года, который должен будет отсидеть. Ну, там, в Гаге пожизненный, а пока в России 4 года ему дали. Ну, да, в Украине я тоже думаю, что пожизненный он получил бы, поскольку, насколько я понимаю, там уголовные дела в Украине против него возбуждены. Но за другое. Значит, в Гаге за Боинг, за сбитый Боинг, за убийство почти 300 человек. Значит, в Украине за убийство, не знаю какого, но очень большого количества людей, за пытки, за похищение людей, за терроризм. Вот. Ну, а здесь вот он сидит за экстремизмом, который заключается в том, что он в своей социальной сети написал, что он бы расстреливал чиновников, которые не помогают вооруженным силам российским оккупационным. Вот. Ну, это понятно, это смешно. Насчет того, что, почему он сидит, вы знаете, сегодня день такой специальный. 26 января, значит, ровно 90 лет назад, в 1934 году, открылся 17-й съезд ВКПВ. Этот съезд назывался съезд победителей, одновременно съезд расстрелянных. И вот там, значит, единомышленники, они все были единомышленники, все были красные убиты, все были убийцы, значит, сталинисты, все были, ну, они все были сталинисты. И вот сталинисты, после того, как съезд закончился, сразу после его окончания, был съезд победителей, они все говорили о том, что они победили капитализм, вот, строят социализм. После этого 70% избранных в, значит, в Центральный комитет ВКПП было расстреляно. Больше половины участников съезда были расстреляны. То есть, так устроен этот вот режим, который, ну, как бы он изменился, конечно, за 90 лет, но не очень. То есть, на самом деле, вот, так сказать, вот эта вот зачистка, отсечение каких-то тех, кто не извивается вместе с мельчайшими изгибами линии партии, она очень характерна. И вот Сталин вычищал, значит, тех, кто, ну, хоть чуть-чуть отклонялся от линии партии. И Путин делает это. Это Геркин, безусловно, он, так сказать, такой социально близкий, но политически вредный. То есть, Геркин очень слишком настойчиво, слишком ожесточенно и слишком личностно критиковал Путина за то, что он бросает в Украину сотни тысяч людей. А Геркин считал, что надо миллионы бросить. Он, значит, бьет по Украине баллистическим оружием, бьет крылатыми ракетами. А Геркин считал, что надо атомной бомбой. Понимаете, вот у Геркина с Путиным такие вот расхождения. То есть, в какой-то степени можно считать, что вот Геркин критиковал Путина за то, что он недостаточный Гитлер, недостаточный Сталин. И он это делал очень личностно, очень жестко. И поэтому, в общем, решили, так сказать, заткнуть ему рот. Не надо так. То есть, это такая, это вот зачистка, зачистка такого вот ультра-супер-патриотов, супер-имперцев. Ну, что характерно. Геркину дали 4 года. И в это же самое время Дарьи Треповой за то, что она как-то участвовала, там не доказана ее вина, но она каким-то образом причастна к убийце, к уничтожению, к ликвидации чудовищного татарского, который, говорю, знаменит был своей фразой, значит, всех ограбим, всех убьем, и все будет так, как мы любим. И вот за это она получила 27 лет. 27 лет. Вот разница, да. Навальный сидит фактически пожизненно, ему там очередные 19 лет сейчас дадут. Значит, Володя Курмурза тоже больше 20 лет будет сидеть. Ну, опять-таки, если Путин не знал раньше. Вот, а это, значит, а этому 4 года. Ну, свой, в конечном итоге свой. То есть, так нежненько ему дали, так, чтобы понял, но, или, по крайней мере, просто перестал, так сказать, слишком громко кричать. Вот так что вот здесь такая история. Вы вспомнили о том, какой день. Тут есть такой канал «Логика Маркова» называется, и тут тоже целая нумерология есть по приговору. Стрелков нумерология называется. Приговор оглашен 25 января. У Стрелкова был комитет 25 января. В кабинете 404 так называют сбой ошибку, и так называют Украину, дескать, страна ошибка. Оглашен приговор в 14.00, а цифра 14 сакральная для современного фашизма. Так как есть некие фашистские 14 принципов белого человека. Приговор оглашался 88 секунд. Совпадение, не думаю, должно было быть там написано, но почему-то стали таки объяснять, что значит 88. Приговор Стрелкову оглашен еще и в день рождения Зеленского. Маркова – это ему подарок, говорит Маркова. Логика, по крайней мере. Вся эта нумерология – реальный факт. Некоторым можно и с ума сойти. Я понимаю, что он в принципе уже сошел с ума где-то в этом роде, но как бы нумерологию разложил, конечно, по полочкам. Нет, ну Марков – это отдельная история, я бы сказал, история болезни. Это человек, который был одним из руководителей Карники-центра, американский центр, который, так сказать, за демократию, за либерализм. И ох, как он лизал в п***цу американскому начальству, это просто было чего-то дорого посмотреть. Просто весь извивался. Потом понял, что все, Карники-центра больше здесь не будет, надо переметнуться, так сказать, найти другой объект для вылизывания. И, в общем, так сказать, вот пристроился. Сейчас просто извив... Ну, вы видите все, что происходит с ним. Забавный парень, конечно. Но таких на самом деле много. Таких много, собственно говоря. Такими заполнены, так сказать, заполнены все коридоры власти. Так что здесь удивляться не стоит. Но этот просто забавный еще к тому же. Еще одна логика и либералы. Вопрос очень тонкий. И, например, либеральная пропаганда говорит, мол, смотрите, к чему привело СВО. До СВО российские. Это, еще раз говорю, это либеральная пропаганда, да. Которую тоже нужно рассматривать. Потому что на кого-то, может быть, она действует. Вот она говорит, до СВО ничего подобного не было. Белгород был мирным городом. А вот, мол, смотрите, что теперь. Вот что на это можно ответить? А давайте с этой же либеральной пропагандой поговорим о том, а вообще в каком условии, в каких условиях оказалась страна. Ведь на самом деле, если бы президент не принял это решение, а дальше что бы было со страной? И мы не знаем, что было бы в Белгороде, если бы не было бы принято решение о начале специальной военной операции. Может быть, ничего, то, что было и до объявления специальной военной операции, и за год до специальной военной операции, и за 10 лет до специальной военной операции? А еще лучше за 14 лет. То есть, вот вы правильно сказали, за 10 лет, до 2014 года. А еще лучше, до 2000 года, когда Путин стал президентом. Ну, совсем было бы хорошо. То есть, на самом деле, потрясающе, конечно, что было бы. Ну, как жили бы, остались бы в живых примерно полмиллиона человек. Вот можно было бы ответить. Ну, понятно, что это радиокомсомольская правда, если я правильно понял. Там думать не принято, там мозги включать категорически запрещается. А было бы, что было бы. Полмиллиона человек остались бы живы. Экономика и России, и Украины бы нормально развивалась. Если уж говорить о России, понятно, наплевать на Украину, это понятно. Так сказать, это ухо. Но если уж говорить о России, то Россия прекрасно бы существовала. Более того, если бы это было еще до 2014 года, Россия входила бы в двадцатку. В них не виноват. В восьмерку. То есть, на самом деле, Россия была вполне себе нормальным членом международного сообщества. Ну да, таким чудаковатым членом, который периодически то на Грузию нападает, то на Приднестровье, на Молдову. Но это как-то с этим мирились. Все-таки терпимость, политкорректность и терпимость к ухоу у нас существует сегодня в мире. Поэтому прекрасно бы существовали. И были бы, так сказать, и товары зарубежные, и бренды были бы зарубежные в России. И все было бы хорошо, и развивались бы, и бюджет бы наполняли. Поэтому, конечно, да, ну вот что было бы. Ужас, ужас, что было бы. Да, возможно... Нормальная жизнь была бы. Вот ведь что самое ужасное. Понимаете? Нормальная жизнь. Солнце бы светило. А ухоу, вурдалакам, вампирам, это солнце, конечно, нож острый. Тут же под этот диалог и под то, что могло бы быть с Белгородской областью, ну, возможно бы, не знаю, на Белгородскую область не падали бы самолеты. Возможно бы, не было бы там ракет. Ну и, кстати, о самолетах. Ил-76 уже третий день обсуждаем, новые подробности появляются, но все равно ясности это не вносит. Ясность, которую мы можем сейчас, ну там, не знаю, понимать, видеть, да, это то, что России это явно было нужно, и это надо было для того, чтобы, а, дискредитировать Украину, и, б, сделать все, что в их силах, чтобы Украине больше не передавали оружие с Запада. Это такие две прямых, которые видно сейчас из всех текстов, которые есть в интернете и, собственно, тех диалогах и тех высказываний, которые и Песков, и Лавров делают, и Захарова сегодня рассказывал о том, что почему до сих пор еще Запад не обратил на это внимание. Но при этом Россия говорит о том, что не допустит никаких международных экспертов и не даст расследовать инцидент с падением Ил-76. Это было сбитие, это было падение, это была детонация, были ли там украинские военнопленные, и, собственно, это первый вопрос, который нас в Украине больше всего тревожит. Потому что если их там не было, то это означает, что у них сейчас начнутся большие проблемы на территории России, и что сейчас с нашими военнопленными происходит, каким образом самолет их перевозил, если они там были. Ну, в общем, вопросов больше, нежели ответов. Тем не менее, каждый раз, когда на территории России возникают какие-то протестные движения, даже в зародке, да, вот Башкортостан взять, сразу же для отвлечения внимания появляются другие информационные поводы. Тут Башкортостан, тут обстрел рынка в Донецке, и причем, ну, как бы это делала не Украина, мы знаем, где находится рынок в Донецке, и, собственно, что там нет никакой военной техники. Тут сразу же Ил, и, собственно, все уже перестали говорить о чем-либо, все говорят об Ил-76. Это вот тот вот славно известный и давно известный нам, не знаю, спецоперация «Сахар» или это что-то другое, по вашему мнению? Вы знаете, есть аксиомы, есть неизвестные, которые, ну, мы действительно, ну, положа руку на сердце, на сегодняшний момент без какого-то анализа, без независимого расследования, никто не может сказать, что произошло. Ну, невозможно сказать, что это так называемый «дружбственный огонь» или специально, так сказать, сами себя сбили. Невозможно сказать, что это там какая-то неисправность, невозможно сказать, что это, значит, украинское ВСУ уничтожило этот самолет. На этот вопрос должны ответить эксперты, которые должны на месте разбираться. Точка. Вот все остальное – это умозрение, понимаете? И, ну, это как-то вот, мне не очень хочется в этом участвовать. А вот есть аксиомы, очевидные вещи. Значит, кто виноват в том, что произошло с Ил-76? Виноват тот, кто начал войну. Это первое. Второе. Является ли военно-транспортный самолет, который на самом деле, эти военно-транспортные самолеты, они доставляют на Белгородский аэродром, значит, ракеты, которыми уничтожают Харьков. Надо же просто понимать, в какой ситуации все это находится. С территории Белгородской области наносятся постоянно ракетные удары по Харькову. В Харькове разрушено более 200 домов за последнее время. В Харькове за последним, вот, просто последним ракетным ударом убито 16 человек. Мирных граждан. Ни одного военного там не было. Мирные граждане. Значит, должна ли Украина защищать, защищать Харьков, например? Конечно, должна. Должна ли она, является ли военно-транспортный самолет законной целью вооруженных сил Украины? С моей точки зрения, это аксиома, да, является. Это те самые военно-транспортные самолеты, которые перевозят ракеты на территорию Белгородской области. Откуда эти ракеты летят, в частности, по Харькову? Значит, я понятия не имею, кто сбил РИЛ-76 в этот раз. Но то, что Украина точно не... Если, например, там были украинские военнопленные, ну, совершенно очевидно, что в Украине это было неизвестно. И никто их не информировал. Если бы была информация такая, что Россия уведомила, ну, это же все можно проверить. Эти данные об этом сообщении давным-давно были бы уже в Организации Объединенных Наций. Там же было заседание Совбеза. Наверняка, если бы что-то было такое, то это все уже на весь мир звучало бы. Это все было бы на бегущей строкой. Это было бы на экране Совбеза, который вот за спиной генерального секретаря Совета ООН бежит. То есть это же совершенно очевидно, что ничего этого не было. То есть, более того, понятно, что Россия не пускает международную расследовательскую группу именно потому, что есть чего скрывать. Вот и все. То есть при любой ситуации полностью вина за это, за происшедшее, конечно же, на стороне России. Ну, а все остальное – это домыслы. Кто сбил, как сбил, были ли там военнопленные украинские. Ну, кстати, это-то все-таки будет известно. Это-то будет известно, потому что это много, это, насколько я понимаю, более 60 человек, и это станет известно. В конечном итоге судьбу такого количества людей долго скрывать не удастся. Так что это будет известно. По крайней мере, те списки, которые Маргарита Симоньян публиковала, там, насколько я понимаю, несколько человек уже были обменены. Поэтому, ну, Маргарита Симоньян врет каждый раз, когда открывает рот или когда что-то пишет. Так что с этим-то здесь нет ничего удивительного. Ну, в любом случае, полностью вина за происшедшее, безусловно, находится на российской стороне. Тут не так давно жены мобилизированных приходили к Путину в общественную приемную палату. Ну, насколько это жены мобилизированных, не знаю. Насколько они прям с улицы пришли к Путину. Но все же интересные цитаты есть. У нас мужчины уже психологически истощены. У них... У них... И что дальше? И что дальше? Вы зря так говорите. Это первое. И что дальше? А, Министерство обороны потратилось. Теперь надо из наших парней все выжечь, последнюю жизнь достать, чтобы они пришли к нам. Вы просто кочерыжками. А мне чего? Кочерыжку, что ли, отдадут? Защищать нашу. Подождите. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Без ногого, без рукого, больного, больного. А вы не знаете, а вы не знаете, что так происходит? Вы не знаете, что так происходит? Вы не заговариваете на своего сейчас супруга. Подождите. Она не... Ну, по идее, жена мобилизированного спрашивает, что вы мне вернете, да, что я получу в итоге, потому что вы забрали у меня здорового человека, а вернете как бы непонятно что. На что ей отвечают? Ну, зачем вы так наговариваете на своего мужа? Да проблема тут не в мужа. Хотя и в мужа тоже. Пошел же. Ну, да. В общем, на самом деле, действительно, как бы все эти... Все мобилизованные, они, в общем, в значительной степени, значительная часть из них пошли добровольцами, пошли за большие деньги. И, в общем-то, ну, в таких случаях иногда говорят, муж и жена одна, сатана, поэтому, в общем-то, это было возможно, это было и общее решение. Вот. Поэтому вот это все движение жен мобилизованных, во-первых, оно все-таки не очень большое. Если исходить из того, что на фронте полмиллиона человек, имеется в виду оккупационная армия, то, по идее, должно быть у каждого из этих людей, если бы жена, либо мать, то это должно быть сотни тысяч. А здесь явно, так сказать, пару ноликов надо точно убрать. А, скорее всего, три нолика, потому что там их немного. То есть, на самом деле, это такое достаточно локальное движение. Там единственная проблема для власти с этим движением, что их как-то пока не решаются бить. То есть, дубинками их не охаживают, в автозаке их в основном не тянут. Ну, просто там уж понятно, что, так сказать, ну, это такая достаточно рискованная вещь, потому что муж-то там с оружием в руках находится. И какое у него воздействие будет на голову, когда он увидит, что его жену, там какой-то, значит, разжиревший на тыловых харчах росгвардеец, колотит дубинкой или тащит в автозак. Вот. Поэтому пока не решаются. В этом единственная проблема. А все остальное, ну, что там, несколько человек, это, в общем, они погоды не сделают. Тем более, прямо скажем, они же не открыто против войны не выступают. Они просто говорят, вы мужа верни, а дальше продолжай воевать, продолжай убивать украинцев. Вот их позиция в основном. Ну, и, кстати, про то, что продолжай убивать. Тут Блумберг написал такую интересную статью о том, что президент России послал Соединенным Штатам по косвенным каналам, то есть, ну, как бы не прямо, да, но тем не менее, сигнал о том, что он открыт для обсуждения войны в Украине. Ну, и, собственно, мы знаем, что Блумберг часто публикует какие-то инсайды с России. Россия любит передавать какие-то свои мысли на этот счет для того, чтобы забросить ту или иную тезу для обсуждения в пространстве. Ну, и, собственно, эта статья, она никем не подписана, то есть, за нее никто не несет ответственность. Она такая, как бы, общая. Поэтому возникает вопрос, действительно ли Путин, опасаясь того, что еще больше оружия может быть передано Украине, может посылать такие сигналы США, потому что Песков уже успел рассказать о том, что ничего подобного не происходило. И вообще он к этой статье, как и вся Россия, как и весь Путин, не имеет никакого отношения. Говорит, никогда такого не было, чтобы мы какие-то сигналы Западу посылали. Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности. Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности. Говорит, все, неверное сообщение не соответствует действительности. Все, никаких сообщений. Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности. Вы знаете, это тот очень редкий случай, когда с Песковым приходится соглашаться. Потому что, ну, по двум причинам. Во-первых, дело в том, что все-таки вот я больше 40 лет преподаю во всяких вузах, во всяких университетах. Вот, и у меня было всегда, вот, несколько лет назад еще, было всегда вот такой пиетет по отношению к такой вот западной качественной прессе, такой как Washington Post, New York Times и так далее. Guardian, это просто была вот такая вот вершина. Но некоторое время назад, в общем, это все как куда-то делось. И западная пресса стала врать. И довольно часто. Вот, часто врать, манипулировать, сообщать какие-то фейки. И вот я абсолютно уверен, что то, что сейчас опубликовал Bloomberg, это является просто ерундой. Вот ничего это действительно не было. Потому что, ну, давайте просто попробуем, ну, что называется, включать только не логику Маркова, а просто обычную логику, там, хотите Аристотеля, хотите там еще кого-то. Ну, вот обычную логику человеческую и просто размышлять. Значит, говорят, что Путин готов отказаться от требования, значит, нейтрального статуса Украины. То есть Путин готов согласиться с тем, что Украина вступает в НАТО. Возникает вопрос, вот это зачем? Ну, начнем с самого простого. Украину в НАТО никто не принимает. Вот самое простое. Это просто неактуально. Значит, Украину в НАТО пока никто не принимает. Вот это вопрос не стоит на повестке дня вообще. То есть там идут разговоры о вступлении в Евросоюз. Да, вот это серьезно. Но в НАТО Украину пока никто не принимает. Это первое. Второе. Вступление Украины в НАТО – это смертельный номер для Путина, на самом деле. Потому что, значит, ну, тогда действительно, если бы это произошло, то война начала бы очень стремительно катиться к концу. И зачем? Самое главное – зачем Путину это делать? Зачем Путину сейчас посылать такие сигналы в условиях, когда вот сейчас как раз, в настоящий момент, значит, есть задержки, серьезные задержки с выделением, предоставлением оружия. Это раз. Второе. Значит, Соединенные Штаты Америки сотрясаются от тяжелой поступи Трампа, который просто идет на, значит, Трамп возвращается. И уже, еще не вернувшись, он уже начинает, оказывать воздействие на Конгресс, уже срываются договоренности о том, что миграционное законодательство в обмен на помощь Украине. То, чего требуют демократы и Байден, в частности. Уже Трамп, еще не став президентом, уже начинает командовать, давить и фактически срывать договоренности. То есть, на самом деле, понятно, что Путин, для Путина, Трамп, это вообще как Господь Бог, который избавит его от всех страданий. Он ждет Трампа. И чего? И в этой ситуации Путин будет посылать какие-то сигналы, что он согласен на вступление Украины в НАТО. Ну, скажем так. Так, я ищу наиболее мягкое слово и не нахожу для этого. Это все полное, это чепуха на постном масле. Вот, нашел, нашел мягкое слово. Я сейчас смотрю, сообщение выставляет о том, что Путин проводит встречу со студентами-новобранцами. И очень интересная цитата, как по мне, участвующими в конфликте на Украине. Вот мне интересно, как-то слово «конфликт» не использовалось уже очень давно в риторике. Как говорили, СВО, да, там, участвуют в СВО, помогают СВО, там, не знаю, поддерживают СВО. Слово «конфликт» давно не было в риторике российских СМИ, но тут вот вдруг Путин проводит встречу со студентами-новобранцами, участвующими в конфликте на Украине. Интересно, с какой стороны они в конфликте участвуют? «Хвистят, где мины, где беспилотники, как мухи, летают, где холодно и опасно. Это совсем другая история. Это не может не влиять на человека, на его мировосприятие в целом». «Хвистят». Ну, где холодно и беспилотники летают, это он, наверное, про сегодняшнюю встречу, где он вышел без шапки и без перчаток, конечно. Но, тем не менее, почему вдруг конфликт? Так недалек час и о войне заговорят? Вы знаете, о войне говорят. Ведь, на самом деле, слушайте, конечно, вот этот новояз, когда вместо взрыва хлопок, вместо наводнения подтопление, это все понятно. Но иногда все-таки срываются на нормальный язык. И каждый раз... Ну, СВО – это, во-первых, такая аббревиатура, так сказать, не очень органичная для нормального уха и для языка. Но дело даже не в этом. Все равно речь идет о войне. Все понимают, что это большая, большая, масштабная война в центре Европы. И, в общем, даже в российском телевизоре, где, в общем, достаточно вышкалены все, тем не менее, все время говорят «война». Все время понимают, что это война и какое СВО. Поэтому это прорывается. И Путин тоже говорит о войне. Путин же говорит несколько раз, много раз, он, как правило, все-таки говорит о войне. Поэтому вот это вот искусственное слово «образование» СВО, оно, мне кажется, уже через какое-то время отомлет. Будем, конечно, смотреть за риторикой. Вряд ли она, конечно, для нас что-то либо меняет, потому что, как и мы уже с вами неоднократно говорили в наших эфирах, что изменения на территории России возможны только после победы Украины и, собственно, вытеснение России к ее собственным границам и к границам 91-го года. Над чем работают наши силы обороны? Игорь Александрович, я говорю вам спасибо за эфир. Екатерина Валейна, спасибо, что пригласили. Хорошего вам выходных и слава Украине. Героям слава и смартитым клятым ворогам нашим. Игорь Александрович Яковенко. И дякую вам, друзья, что дивились, за ваши вподобайки, за ваши комментарии, за то, что пишете, за то, что залишаетесь с нами и за то, что подписываетесь на YouTube 24-го каналу. Бережите себя, пожалуйста, увидимся с вами. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok